Для 20-летней харьковчанки Камилы Конотоп абсолютная победа на московском чемпионате Европы по тяжелой атлетике стала первым большим международным успехом на взрослом уровне. Ученица заслуженного тренера Украины Валерия Никулина первенствовала в весе до 55 килограммов. В рывке и толчке она выиграла малые золотые медали, подняв 95 и 113 кило соответственно. В сумме двоеборья воспитанница областного училища физической культуры и спорта обошла серебряную россиянку Светлану Ершову на 8 килограммов. Также Конотоп установила три юниорских рекорда Европы. В толчке последний подход был решающим. Ну в толчке медали, если бы не толкнула, вторая была в толчке, но в сумме была бы всем на первой. Главной проблемой для украинских тяжелоатлетов и их наставников было отсутствие соревновательной практики. Из-за карантина они не выходили на помост больше года. Все это время Конотоп тренировалась в Харькове. Поднимала и большие веса, чем на чемпионате Европы, но волнение перед важным стартом безусловно сказалось. Большая разница между, скажем так, областными, украинскими, европейскими, мировыми соревнованиями, очень большая разница. Соперники, потому что присутствует и помост, и волнение, и сама обстановка. Поэтому всем им надо выступать на международных соревнованиях. Во-первых, изучаем результаты соперников, и она видит, сколько поднимают соперники. Потому что сейчас же все везде прозрачно, можно любого спортсмена посмотреть, что он поднимает на тренировки, на соревнованиях. Так что готовились к их, шли на их результаты. Тяжелой атлетикой Камила Конотоп занимается седьмой год. В этот вид спорта ее привел старший брат Игорь. Кстати, победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди юниоров и юношей. Камила также становилась абсолютной победительницей юниорского евро. Была призером первенц планеты. Сейчас главная цель – отобраться на Олимпийские игры в Токио. У меня еще чемпионат мира в мае, в Ташкенте. Кто будет больше поднимать, то поедет, кто будет выше в рейтинге. Чемпионат мира юниорский – это будет последним стартом квалификационным к Олимпийскому. Вообще последний старт. А там будет решать уже международная федерация, кто попал. Еще ни у кого ни одной лицензии. Ни у никакой страны нет ни одной лицензии по тяжелой атлетике. Всего на чемпионате Европы выступали пять харьковских тяжелоатлетов. Ирина Деха первенствовала в весе до 76 килограммов. Мария Гангур заняла восьмое место в категории до 59 кило. Легковесы Павел Залипский и Светлана Самуляк показали 12 и 13 результаты соответственно. Легковесы Павел Залипский и Светлана Самуляк показали 12 и 13 результаты соответственно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова